15 сентября на базе Игнатьевской школы состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Целью создания Центра «Точка роста» является внедрение новых методов обучения и воспитания образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимся основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности. Это открывает больше возможностей для популяризации биологии, химии и физики среди обучающихся, а значит повышение эффективности учебного процесса, высокой результативности во внеурочной деятельности. В торжественном открытии и точка роста на базе школы приняли участие представители родительской общественности, педагоги и обучающиеся школы. Мы рождены учиться и трудиться, познать себя, стремиться к высоте. Хотим мы в жизни многого добиться, узнать про все, что происходит на земле. Все науки познать очень сложно, а в 21-м наш атомный век. Без наук нам прожить невозможно, ведь без них как без рук человек. Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя и наши ребята. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Центра образования естественно-научной и технологической направленности, созданного в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования и являвшегося одним из центров федеральной сети «Образование.Роста». Этот 2023 год особенный. Указом президента Российской Федерации он объявлен годом педагога и наставника. И сегодня особенный для страны год в рамках реализуемого национального проекта образования. Проходит марафон открытия федеральной сети центров образования «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум». И наша школа не является исключением. Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона и страны в целом. И поэтому особенно радостно, что в стенах нашей Игнатьевской основной школы номер 10 открывается один из современных центров «Точка роста». А вместе с ним открываются новые возможности для нашего подрастающего поколения. «Торжественная церемония по случаю открытия на базе школы центра образования «Точка роста» объявляется открытой». Почетное право традиционно разрезать ленту открытия центра образования предоставили директору школы Зурет Хубсороковой и учащемуся 10 класса Альберту Шхалахову. После торжественного открытия для педагогов и обучающихся была проведена экскурсия с демонстрацией оборудования центра. Во время экскурсии гостям и собравшимся были продемонстрированы цифровые лаборатории по таким учебным предметам, как биология, физика, химия. Директор школы Зурет Хубсорокова поздравила всех присутствующих со знаменательным событием, пожелала успехов и новых достижений как обучающимся, так и педагогам. «Какая мощь, какая сила, как много света и тепла в стране по имени Россия вершатся славные дела». Время влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия, сильной, свободной, богатой России. Сегодня здесь собрались именно те, кто не представляет свою жизнь без науки, творчества, исследований, инноваций. Приветствуем всех, приветствующих на нашем празднике и предоставляем наших почетных гостей. Заведующую детского сада номер 6 Ворокову Саиду Нальбиевну. Представителей родительской общественности, педагогов, работников школы. Слово для приветствия предоставляется директору школы Курсорохова Зурьет Мухамедовне. Я рада приветствовать всех на церемонии открытия Центра естественно-научной направленности «Точка роста». То, что это естественно-научная направленность, мы подчеркивали несколько раз. В рамках «Точки роста» есть и технологическая, есть и информационная, но нам предоставилась вот такая возможность. Это важное событие в жизни нашего школьного коллектива. Я думаю, этот Центр даст возможность для детей выявлять свои способности, развивать их. И мы благодарны тем людям, которые дали нам эту возможность. Но, тем не менее, я хочу сказать несколько слов про нашего завхоза, который через себя все это пропустил. И днем и ночью, скажем так, был на страже, делал все возможное, не касаясь ни коллектива, никого. Его здесь, к сожалению, нет. Но, тем не менее, здоровья ему, счастья и спасибо за все, что он сделал для наших детей. И, конечно же, стоит поблагодарить всех тех, которые дали нам такую возможность, администрацию района, руководство республики. И, ребята, я вот смотрю на ваши лица, вижу восхищение в их глазах, в ваших глазах. И я думаю, вы поймете скоро, насколько это важно для нас. Когда вы начнете изучать химию, биологию, физику вот в таких условиях, использовать вот то оборудование, которое мы получили. Вы видите здесь учебно-лабораторное оборудование, цифровые микроскопы, многофункциональное устройство, ноутбуки. В общем, все современное, что нужно для изучения этих предметов. Я хочу лишь вам пожелать, чтобы вы проявляли интерес, желание учиться, использовали все это. И в дальнейшем вам это все пригодилось. А нам, нашей школе, нашему хутору это очень-очень нужно. Еще раз спасибо всем, кто сегодня пришел разделить с нами вот эту радость. Председатель родительского комитета школы Оксана Черненко поздравила всех с таким значимым событием и пожелала творческих побед нашим педагогам и воспитанникам. Спасибо Министерству образования за такой проект. Я думаю, каждая школа будет благодарна такому замечательному проекту. Ребята, вы, конечно, будете учиться в таких прекрасных классах, светлые. Дай Бог вам здоровья. Учиться, учиться и учиться. Надеюсь, вам будет здесь уютно. Учитель Центра образования «Точка роста» Марьяна Иваненко в свою очередь пожелала как можно больше неравнодушных исследователей и процветания. От себя лично, от всех детей, учащихся, которым предстоит здесь обучаться, я хочу выразить большую, огромную благодарность всем причастным, которые подарили нам этот замечательный проект «Важный, нужный, точка роста». Я думаю, что теперь у наших учащихся появится больше мотивации к учебе, к участию в мероприятиях. Они смогут всесторонне развиваться и открывать для себя что-то новое. Я желаю всем успехов в новом начавшемся учебном году.